В 2015 году переводчик по специальности Ольга Татаринцева, мама особенного ребенка, возглавила общественную организацию «Солнечный круг». Приступила без опыта, связи и понимания, как быть дальше. Теперь, четыре года спустя, она член общественной палаты, лидер Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и человек с активной гражданской позицией. Именно поэтому ее кандидатуру молодежная общественная организация «Мир» выдвинула на соискание федеральной премии, которая вручается за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности на благо общества. Общественная организация нужна для того, чтобы служить определенным демпфером между родительским обществом и властью, для того, чтобы сконцентрировать родительский запрос, обработать его и потом принять решение, каким образом можно возникшую проблему решить с меньшими потерями. Либо это может быть подключен дополнительный административный ресурс, либо какие-то другие меры предприняты. Но организация нужна для того, чтобы снивелировать негативные реакции, столкновения родителя и власти. Солнечный круг существенно разросся с 32 до 160 семей. Появились филиалы в Киниш, Мишу и Фурманове. Команда Ольги взялась за написание заявок на президентские гранты, три уже получила. Последний полезен мамам особенных детей, помогает им получить новую специальность, а значит и возможность приработка, который так необходим в современных условиях. А труд в общественной палате позволяет прорешать вопросы конкретных семей быстрее. Родителям обязательно нужно объединяться для того, чтобы доносить свое мнение до власти, для того, чтобы власть знала, каким образом скорректировать свою работу, для того, чтобы конечному потребителю, гражданину жилось лучше. Чего это нужно? Для того, чтобы родители могли обмениваться информацией своим опытом, передавать эту информацию дальше с целью повышения качества жизни своих детей. У Ольги и ее единомышленников много планов. На первом месте вывести на законодательный уровень вопросы парковки для инвалидов в городе, также вопросы бесплатного питания для детей на надомной форме обучения и вопросы бесплатного транспортного обеспечения инвалидов и лиц их сопровождающих. Все это важно и уж точно не для получения премии.